Центр Уфы на несколько дней превратился в одну большую выставку. Среди достижений народного хозяйства и ульяновская продукция. Наши умильцы удивляют коллег спецавтомобилями, мороженым, козьим сыром и многим другим. Компания «Автодом» успела зарекомендовать себя в стране как производитель машин для соцнужд. В Уфу привезли автомобили скорой медицинской помощи, школьные автобусы. Ежегодно по программе Минпромторга в разные регионы поставляются до 300 автомобилей. Готовы сотрудничать и с Белоруссией. Об этом рассказали губернатору Алексею Русских. Мы готовы поставлять в Республику Белоруссию автомобили скорой медицинской помощи, автомобили полицейские, автомобили дежурной части, автомобили детские для перевозки детей, автомобили МЧС, службы, в том числе грузопассажирские и фургоны. В арсенале хозяйства из Барышского района сыр из коровьего и козьего молока. Технолог Екатерина отмечает, у уфимцев в почёте качёта с прованскими травами и пожитником. Пока фермерские сыры попадают на столы жителей Татарстана и Самары. Но это только пока. Это, наверное, будет прям большое такое достижение. Да, мы хотели бы сотрудничать с Белоруссией и в России тоже расшириться. Как бы это, ну, мечта. Нет отбоя у прилавка с подсолнечным маслом от фермера Алексея Якушева из Никольского на Черемшане. Его продукты уже давно стали брендом, узнаваемым во многих регионах. Здесь не пахнет. И когда жаришь, не брызгает. На вкус мне понравилось. И потом выходит. Если больше берёшь, тем дешевле получается. У меня пожелание, чтобы они здесь были постоянно, чтобы филиалы открыли. Я бы у них постоянно брала и всем знакомым, родственникам сказала. Форум – это хорошая возможность выстроить межрегиональную кооперацию и с Белоруссией, и с другими российскими регионами. Алексей Русских провёл ряд переговоров, в том числе с председателем Минского горосполкома Владимиром Кухаревым. Темы не только экономические. Говорили о развитии туризма и образования. Будем развивать взаимоотношения в плане патриотического воспитания молодёжи. С Владимиром Евгеньевичем сейчас договорились по обмене школьными делегациями. Обмен между непосредственно школьниками. Восьми, девятых, десятых классов, я думаю, вполне могут вам приезжать. И в свою очередь ждём вашей делегации, ваших ребят, потому что у нас ленинские места. Во время проведения форумов региона в Уфе подготовили большую развлекательную программу. Творческие коллективы со всей страны приехали показать свои таланты и выступить с лучшими номерами на славянском базаре в центре Евразии. Ульяновск представил народный ансамбль «Ладонка». У нас уже долгие творческие связи с башкирами, конкретно с башкирскими коллективами, так как мы в 2019 году здесь уже участвовали в Большом Всероссийском форуме. Это был конкурс творческих коллективов, где мы показывали нашу традиционную русскую свадьбу ульяновского региона. Кстати, ульяновцы, как и другие артисты, попали в Книгу рекордов России. На сцене у реки Белая провели самый большой хоровод круг в круге. Более трех тысяч человек в национальных костюмах показали, что сумобытность и языковое разнообразие – отличный повод сдружиться.